Дорогая шутка! Штраф в 150 тысяч тенге и три года условно получила лжетеррористка, которая заминировала цон. Оплачены все расходы, понесенные на выезд спецслужб. Плюс-минус лишние 24 киловатта за электроснабжение приписали некоторым балхашцам за спешку с показаниями. Я сама себе сейчас перерасчет сделала. И вот сейчас как раз за май месяц я 297. Заплачу и все. Пособие за безработицу. 500 тысяч тенге выделили из местного бюджета, чтобы помочь нуждающимся. Те лица, которые дали заявление на участие в УРЛИО, должны выполнять условия социального контракта активизации семьи. Начнем с происшествий. Дерзкий налет. На этой неделе неизвестные лица совершили нападение на автозаправку. ЧП произошло примерно в 4 часа утра. По неофициальным данным, двое мужчин в масках разбили передние окна здания. Проникнув внутрь, грабители забрали деньги из кассы. Это стало понятно после просмотра записи камеры видеонаблюдения. Сейчас выясняются подробности дела. Владельцы АЗС подсчитывают убытки, а правоохранители приступили к поискам налетчиков. Прайс за звонок. Около 150 тысяч тенге выплатила жительница Балхаша за ложный звонок о бомбе. Кроме этого, преступница получила тюремный срок. Правда, отбывать свое наказание она будет на свободе. Суд назначил 40-летней женщине условный срок на 3 года. Расследование шло 4 месяца. Многодетную маму нашли почти сразу после эвакуации работников ЦОНа и его клиентов. Неизвестный сообщил о том, что в здании заложена бомба. На ее обезвреживание приехали саперы из города Караганды. На поиски механизма потратили около 6 часов. И только после выяснилось, что в сообщении правды нет. Женщина всего лишь хотела напугать сотрудников ЦОНа за неудовлетворительное обслуживание. В ходе досудного расследования последние были оплачены все расходы, понесенные на выезд спецслужб. То есть ОВД города Балхаш, Центральная больница города Балхаш и УЧС города Балхаш. В сумме 143 тысячи тенге. Киловатты в воздухе. Разборки по вопросам света продолжаются. На этот раз сюрприз в квитанциях обошелся каждому балхашцу почти в 400 тенге. Плюс 24 киловатта приписали абонентам за май. Ситуацию прояснили в руководстве. В следующем месяце обещали сделать перерасчет индивидуально. Все подробности у Жан Саймусиной. Длинные очереди толпы недовольных. Эта картина стала привычной в последнее время в здании Балхаш-Энерго. Меняются лица протестующих и время от времени поводы для разборок. В этот раз бунт по вопросу лишних 24 киловатт за свет. Его получили 40% местных абонентов. Как выяснилось, из-за того, что рано подали показания. Еще почти 4000 потребителям выставили по 82 киловатта в месяц. Многие жители города Балхаша передают показания приборов учета, электрощетчиков, начиная с 10 числа. Естественно, что показания сильно разнятся. То есть получается у нас большой недоучет электроэнергии. Так как предприятие закрывает полностью месяц с 28 по 30 число. Что касается 82 киловатта, которые выставлены 3881 абоненту, то есть это 3081 квартира, где эти киловатты вообще не выставлялись в течение, начиная с 2012 года, с 2013, с 2014 года есть. То есть выставлялись они по нулям. Такой расклад население не устраивает. Почему мы должны пенсионеры платить эти киловатты лишние? Почему? Разные. Что у нас, пенсия большая, что ли? Я сама себе сейчас перерасчет сделала. И вот сейчас как раз за май месяц я 297 заплачу и все. Стала обращаться туда. А на берите по Сейфулина, зачем вы тут сидите, а? А Сейфулина сюда отправили? Ага, вот какая. Это что за безуконие такое? Я говорю, исправь у меня на 495 миллиона. Нет, я не могу. А если я сама исправлю, они в качестве понимают. Разницу в квитанциях теперь возможно исправить только в следующем месяце. Так как документация уже прошла по компьютерной базе. Чтобы не попадать в такую ситуацию и чтобы показания в организациях не расходились, отныне в дома балхажцев контролеры будут приходить в дуэте. Один из Казэнергоцентра, другой из Балхашэнерго. Минусы на месте делать нельзя категорически, потому что это выставленные киловатты. Соответственно, если минус сделать, то 24 киловатта, они повиснут в воздухе. Это с одного абонента, а их 25 тысяч. Надо будет разбираться с Балхашэнерго. Но вообще они предлагают, чтобы оплатить в этом месяце. А на следующем месяце они сделают переверачивание. В организации Балхашэнерго уже отказались от идеи плюс 24. Также авторы заверили, что больше левых цифр в расчетных документах не будет. А во избежание таких казусных ситуаций советуют вовремя передавать показания счетчиков. Строго, после 15 числа каждого месяца. Жан Саи Мусина, Асхат Токбаев, Оркин Медиа. И в продолжение темы. Личное согласие. Компания «Казэнергоцентр» приглашает местных жителей заключить индивидуальные договоры. По словам сотрудников организации, они нужны для того, чтобы избежать казусных ситуаций. Документ соглашения на обслуживание имеет силу до конца года. Там указаны правила и обязанности обеих сторон. Временный тариф с НДС – 16 тенге 51 тиин. Успеть заключить договор нужно до 25 июня. В день официальными потребителями Балхашского филиала «Казэнергоцентр» становятся около 200 абонентов. Мы отправляем контролеров. Это примерно время с 5 до 9 часов вечера. Пока не сильнее, контролеры будут ходить с двумя экземплярами заключаться договора и заключать с потребителями. Что для этого необходимо? Копия удостоверения личности и копия правоустановивающих документов. То есть это либо договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, легализации и так далее. У самих по плану стоит более 50% заключить до конца июня. А последующих, конечно же, можно и в июле подойти, предоставить документы, либо также наши контролеры будут ходить по квартирам, по абонентам и заключать с ними договоры. И о других новостях. Бизнесменам на заметку. Чтобы не сокращать свой персонал, по части которого нет работы, наниматель может перепрофилировать свои кадры, а поможет в этом государство. С начала года заработали новые изменения в программе «Дорожная карта занятости-2020». По ним любой работодатель может получить безвозмездный и безвозвратный грант на переподготовку сотрудников, относящихся к отрасли промышленности. Причем как без отрыва, так и с отрывом от производства. В последнем случае работник получает социальный отпуск с сохранением места. 80% расходов на обучение покроет государство, остальные 20% финансирует сама организация. Для участия в программе работодателю достаточно подать заявку в Центр занятости. Особое внимание молодежи от 18 до 24 лет. Если наниматель после переподготовки не примет специалиста на работу, затраченные на курсы деньги придется возмещать в республиканскую казну. То же самое светит и сотруднику, который не захочет заступать на новую должность. Мы планируем переобучить по специальности электрогазосварщики. Данная специальность будет проводиться на базе Балхашского технического колледжа имени Рахамжана Кошкарбаева. Также будет выплачиваться стипендия со стороны государства в размере 16 759 тенге. Призываю всех работодателей, независимо от форм собственности, принять участие в данных программах. Финансовая опора. 500 тысяч тенге выделили из местного бюджета, чтобы помочь нуждающимся. С этого года в Балхаше работает пилотный проект «Орлео». Он помогает людям трудоустроиться, получить специальность, пройти переквалификацию, а также участвовать в общественной работе. Все это будет прописано в контракте. Пока его срок не закончится, участник проекта будет получать пособие. Его размер определяется как разница между среднедушевым доходом семьи и 60% от прожиточного минимума. Пока на счет владельца контракта поступают деньги, он обязуется сделать все необходимое, чтобы трудоустроиться. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет по Карагандинской области 19 205, а потребительская корзина, которая составляет 60%, составляет сумму 11 523. Те лица, которые дали заявление на участие в «Орлео», должны выполнять условия социального контракта активизации семьи. Для этого необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ с заявлением, с приложением документов «О достоверении личности», справка о доходах семьи и справка с места жительства. Место за столиком. Торговлю дачников и рыболовов легализовали. В виде разрешения для них соорудили специальные прилавки. Есть уже семь мест и обещание властей расширить уличный павильон. Раньше торговлю дачники вели, восседая на ведрах или ящиках. В ассортименте в основном у пенсионеров самые ходовые в июле продукты – огурцы, помидоры, зеленый лук, яйца. Места за прилавком бесплатные, никаких налогов и аренды. Главное – иметь свежую продукцию и успеть занять столик. Тем, кому не хватило места под козырьком, приходится работать по старому плану. Надо в 6 часов утра вставать и занимать место. А если позже пришло, все занято. Приходится уже коробки брать. Но коробки надо брать в аптеки, чтобы были крепкие. Сезон начинается, вот выходим, торгуем. Сезон закончится, все, зиму дома. Надеемся, что будет бесплатно и что будет еще побольше мест, потому что места всем не хватит. А так нормально, очень даже хорошо, конечно, сидеть. Удобно, спасибо большое. В скором времени крытые ряды продолжат. Кроме того, власти планируют начать сотрудничество. На это место будут реализовать дачные, дачники свою производство будут реализовать. И будем составлять меморандумы. Уже начинаем составлять меморандумы. И тоже вот те овощные, которые занимаются овощами, аптуры поставщики, им будем выдавать это место. Станин, конечно, на 10-15% будет, значит, будет в низкой цене, будет продавать на цене, чем в других торговых точках города. Продолжаем выпуск. Люди в белых халатах. Выходные свой профессиональный праздник отметят медики. Это одна из самых старейших профессий и без преувеличения самое необходимое. Спасать жизни, иногда забыв про свою собственную, это благородное призвание. В преддверии праздника мы заглянули в будни врачей одной из поликлиник города. Ведь именно к ним мы идем, чтобы получить лечение или просто проверить здоровье. Сюжет вашему вниманию. Уже 30 лет Татьяна Шаталова работает исключительно с женщинами. У нее очень важная и деликатная специализация – акушер-гинеколог. В семье она единственный медик, и даже дети не захотели идти по стопам матери. Уж слишком много времени уходит на заботу о других. По словам нашей героини, в белом халате видела себя с детства. И даже то, что с первого раза поступить в медицинский не удалось, не сломало настрой. Мне понравилась профессия врача-аккушера-гинеколога. Мне очень нравится помогать женщинам. Мне интересна сама беременность, сами роды. Мне интересно лечить женщин. И вообще, я вам уже говорила, что я считаю, что женщина – это самая слабо социально адаптированная часть населения, которым нужна постоянная помощь, постоянная поддержка. Профессия моя что дает? Удовлетворение. Удовлетворение тем, что я делаю много лет, уже 30 лет, как я работаю. Я ни разу не пожалела о том, что я стала именно врачом-аккушер-гинекологом. Это счастье, когда твое желание и то, чем ты занимаешься, совпадают. Исполнила свою детскую мечту и салтанатка Романова. Уже 8 лет она работает с одной из самых сложных категорий пациентов – онкобольными. В день 31-летняя женщина принимает около 20 человек. И каждому, кто услышал страшный диагноз, нужно помочь не только как врач, но и как психолог. Медикам я помню, как мне мама говорила, мечтала я с детства. С 2-3 лет я уже ходила там с ложечкой, мама говорит, открой горло, открой горло, посмотрю. Ну и вот так целенаправленно уже с 2-3 лет буду врачом, буду врачом, и так и поступила на врачебный. Хотя родители уговаривали, говорили, поступая на педагогическое, психологически могу дать какую-нибудь поддержку. Возможно, вот с какой-то вот интуитивной я, наверное, решила уже идти на онколога. Профессия сложная сама по себе. Каждому человеку нужен найти подход. Только одна поликлиника обслуживает около 22 тысяч человек. На страже их здоровья стоят почти три десятка врачей и больше 70 медсестер. Несмотря на то, что иногда мы относимся к ним с пристрастием, они все равно делают свою работу и спасают жизни. Виктория Буханцева, Думан Колыбаев, Оркин Медиа. Документ на жизнь в этом году исполняется ровно 25 лет закрытию ядерного полигона в Семипалатинске. Вслед за ним мораторий на опасные испытания объявили в России, США, Китае и Франции. Сегодня об этих важных событиях в жизни не только Казахстана, но и всей планеты вспоминали школьники. Слушать свое сердце, творить и созидать, гореть и зажигать, нести свет и тепло душу в городу, миру, вселенную. Клянусь, клянусь, клянусь! 27 лет назад такую же клятву давали себе и народу участники движения «Невада-Семипалатинск». Им удалось объединить под этой идеей миллионы жителей страны. В 1991 году президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев подпишет исторический указ о закрытии ядерного полигона. Позже мораторий на опасные испытания введут еще и в десятках точках мира. По некоторым данным, несмотря на запрет, в нескольких странах продолжают испытания. А это значит, что миссия движения «Невада-Семипалатинск» еще до конца не выполнена. Сейчас самое время передать ее подрастающему поколению. Это сердце означает, что я должен быть патриотом своей страны, заботиться об окружающей среде, следить за чистотой и учить этому всему своих друзей и одноклассников. Летний семестр. В городе открылись два новых профильных лагеря для школьников. В одном за две недели детей научат языкам, изо и хендмейду, в другом помогут с физической подготовкой. Съемочная группа «Оркин-Медиа» заглянула в расписание нетрадиционной республики Ребячий. Начинаем с линии горизонта между небом и землей. Что такое линия горизонта и как правильно построить свой рисунок, школьникам расскажут на уроках ИЗО. Только вот идти они будут не в учебное время, а на каникулах. В Балхашском гуманитарно-техническом колледже открылся профильный лагерь. Здесь детей с третьего по восьмой класс научат рисовать, вязать, создавать удивительные поделки и говорить по-английски. В списке больше 30 человек. Всех разделили на три отряда. Занятия по расписанию и обед будут идти с утра до 14.00. Мы в этом году по области в нашем колледже эксперименты по лизычному обучению. Поэтому в этом году мы организуем профильный лагерь. Лагерь будет работать по трем направлениям. В составе вожатых мы взяли 8 студентов, наших студентов третьего курса. Как раз у них есть практика летний лагерь. Они проходят здесь. А для любителей активного отдыха открылся спортивный лагерь в комплексе «Металлург». Почти 40 детей две недели будут заниматься футболом, дартсом, настольным теннисом и не только. В меню завтрак, обед, игры и эстафеты. Так школьники не только проведут время с пользой, но и смогут подготовиться к предстоящим соревнованиям. Я захотел сам. Здесь много разных мероприятий. Я занимаюсь футболом, готовимся мы на соревнования в Зеренду. Я очень рад, что у нас открылся такой лагерь. Никогда раньше не знал, что есть такой лагерь. Сегодня стартовал и сезон загородных отпусков. Первая смена жасканатовцев отправилась на отдых. Больше 200 мальчиков и девочек от 7 до 14 лет проведут около двух недель на природе. До конца лета в лагере побывают тысячи детей. Виктория Буханцева, Схат Тупаев, Оркен Медиа. Перчатка Балхаша. Ученик лицея имени Абая стал призером республиканского турнира по боксу. Там разыгрывали специальный приз имени олимпийского чемпиона каната Ислама. На соревнования заявились больше сотни боксеров со всей страны. Наш балхашец выступал в категории 60 килограммов. Провел три боя и выиграл серебряную медаль, потерпев одно поражение. Теперь призер республиканского турнира выступит на международной арене. Ей станет Балхашский фок 21 июня. Ожидается, что на чемпионат приедут спортсмены из Узбекистана, России, Таджикистана, Китая и Монголии. Вышел на ринг с участником из Алматинской области, села Лепсы. Он оказался физически сильнее меня. И победа досталась ему. Но я думаю, что могу взять реванш на международном турнире. Далее рубрика «Афиша». А мы поможем вам составить планы на выходные и ближайшую неделю. В городе пройдет международный турнир по боксу. Сборная Балхаша по футболу сыграет соперниками из города Абай. Нашим спортсменам нужна поддержка болельщиков. Куда и во сколько сходить, расскажет Асхат Токбаев. 20 июня во Дворце школьников пройдет День танцев. Внимание у зрителей постановки от детей с 5 лет. Национальные мотивы, заправленные в ритмичную музыку, можно увидеть с 10.00. Вход бесплатный. В этом же здании, но уже 22 июня, пройдет мастер-класс по квилингу. Как превратить простую бумагу в красивые цветы? Узнайте в 10.00, как правильно скручивать материал, в каком месте использовать клей и как оформить открытку, расскажут опытные мастера, руководители кружков. Приглашаются все желающие. 21 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет международный турнир по боксу. Он посвящен памяти известных болхарских боксеров. Отдать дань уважения их памяти приедут с разных уголков Казахстана и мира. Поболеть за наших можно с 12.00. Еще раз понадобится поддержка местным спортсменам 23 июня на стадионе «Металлург». Там пройдет встреча болхарской сборной с командой из города Абай в рамках областного первенства по футболу. Каждая игра решающая. Начало в 19.00. Асхат Токбай в Жонцея Мусина, Оркин Медиа. Опасные игры. В летнем загородном лагере в Акмолинской области погибла семиклассница. До этого по неосторожности утонул 9-месячный ребенок, который упал в горную реку. Подробности этих происшествий, а также о том, почему придется платить налоги за подарки и как проходит Евро-2016, узнаете в рубрике «Дайджест». Отдых со смертельным исходом. В Акмолинской области в лагере «Арман» погибла семиклассница. Анна Маликова отдыхала по путевке за счет фонда для малообеспеченных детей. Играя на свежем воздухе, она случайно рукой разбила стекло входной двери и упала на осколки. Девочка получила смертельные ранения в больницу города Щучинск. Ее доставили в течение 10 минут, но медики только констатировали смерть ребенка. В лагере сейчас работает комиссия. Проверки подвергнут и все заведения для детского отдыха в стране. Селфи ценой в жизни еще одна трагедия произошла в Алматы, в ущелье Алма-Арасан. 15-летняя девочка решила сфотографироваться возле горной речки. На руках у нее был 9-месячный брат. Она подошла слишком близко к краю и упала. Малыша унесло течение. Его искали спасатели, правоохранители и волонтеры. Тело ребенка обнаружили на следующий день в 100 метрах от плотины. Известно, что его звали Ислам. Сейчас с родственниками мальчика работают психологи. Начато досудебное расследование. Накладные презенты. Казахстанцев обяжут платить налоги с подаренных на свадьбу денег. Это придется делать после введения всеобщего декларирования. Под обложение попадают суммы, которые превышают 160 минимальных заработных плат или 3 миллиона 700 тысяч тенге. В таком случае казахстанцы должны будут доказать источник доходов. Вопросов к лицу, получившему подарки на свадьбу, день рождения или другое торжество, превышающее указанное число, не будет возникать в той ситуации, если получение средств будет заверено нотариально, как сделка. В противном случае придется платить налог. Евро-2016 во Франции проходит чемпионат Европы по футболу. Впервые в истории соревнования, которое проводится с 1960 года. В финальной части играют 24 команды. По итогам группового турнира, две лучшие команды, каждая из шести групп, а также четыре лучшие сборные, из занявших в группах третьи места, выходят в одну восьмую финала. Матчи Евро-2016 примут 10 городов. Бордо, Ланс, Лион, Марсель, Ницца, Париж и другие. Франция в третий раз проводит чемпионат Европы. Первые два турнира в этой стране прошли в 1960 и 1984 годах. Такими были эти семь дней глазами журналистов Оркен Медиа. Не пропустите наши новости в эфире ежедневно в 20.15. Если у вас есть интересные темы, звоните к нам в редакцию по номеру 565-74. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова